Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Сегодня я хотела бы рассказать вам про тему, которая часто волнует начинающих дачников, но в то же время она волнует и людей, у которых есть сад давно. Эта тема касается посадки декоративных деревьев на участке. Я вам не буду рассказывать, какие есть замечательные деревья. Я расскажу, посадки каких деревьев лучше избегать. Вообще, начнем с того, что тема эта, она существует очень давно. Она овеяна традициями, легендами и различными мифологическими верованиями, как славян, так и других народов, населявших Европу. Так, например, наверняка вы слышали, что не стоит сажать во дворе жилого дома – ель. Почему эта традиция существует? Дело в том, что у древних славян ель всегда ассоциировалась с царством мертвых, с потусторонним миром, поскольку это дерево вечно зеленое, сохраняет свой строгий и свежий вид весь год. И предполагалось, что таким образом оно символизирует связь с вечностью. То же самое касалось и сосны в тех странах, где ель не произрастала по климатическим причинам. Поэтому ели во дворе жилого дома всегда избегались и не высаживались. Кроме того, существовало одно очень интересное поверье, которое касалось прежде всего семей, где имелись девушки, либо девочки, либо уже взрослые девушки на выданье. Это поверье касалось того, что ель, как дерево, произрастающее в лесу, символизирует собой дикость и невоспитанность. И считалось, что дом, возле которого посажена ель, там живут девушки, которые не блюдут свою чистоту. Она, конечно, такая овеяна какими-то мифами и преданиями, но реальной почвы под собой она не имеет. Но есть деревья, избегать посадки которых во дворе, можно просто исходя из логических причин. И я сейчас назову пять деревьев, которых не стоит сажать во дворе небольшого дома. Это прежде всего, на мой взгляд, такое дерево, как береза. Многие скажут, что это дерево очень красивое, эстетичное, привлекательное. Но я бы никогда не посводила это дерево у себя во дворе, только в том случае, если бы у меня было сырое, очень заболоченное место. Поскольку корни березы расположены очень близко к поверхности почвы, и под березой всегда очень быстро высыхает почва. Невозможно создать красивый газон, там, где растет береза. Всегда будут сухие проплешины в этих местах. Кроме того, мелкий лист березы плохо убирается. Сеянцы березы сходят по всему саду и огороду. Достаточно чуть-чуть где-то обнажиться почве. То есть это дерево хорошо в лесу, хорошо в роще, но не в саду маленьком и уютном. Второе дерево, посадки которого я избегала бы, это клён. Хотя славяне считали его традиционным полезным деревом и пригодным к посадке возле дома, это очень крупное дерево. Очень большое. Дает хорошую тень, дает хороший взяток для пчел в весеннее время. Но его крупные листья, которые опадают, они, если их не убирать, не дают расти ничему под их покровом. То есть листья клёна убирать необходимо в обязательном порядке. Это лишняя работа. Кроме того, клён обильно плодоносит ежегодно. Его крылатые семена разносятся и также засоряют очень сильно пространство вокруг. То есть это дерево, которое будет радовать вас неожиданными сюрпризами в самых разных уголках вашего сада, в которых вы только забыли на какое-то время обратить внимание на эти места. И кроме того, растёт это дерево очень быстро. Ещё одно дерево, которое не стоило бы сажать у себя во дворе, это дуб красный. Этот американский экзот очень привлекатен. Он отличается от нашего дуба черешчатого, который распространён в Европе, тем, что он не страдает мучнистой росой, которая портит внешний вид обычного черешчатого дуба. Это дерево имеет красивые блестящие листья, которые осенью приобретают такую пурпурно-красную окраску. Дерево, конечно, красивое, растёт быстро, нет спору. Но под этим деревом также плохо растут травы, злаки выпадают под ним. Оно имеет также большое количество поверхностных корней, которые иссушают почву. Листья дуба красного очень долго не перегнивают. Они лежат и создают такую мёртвопокровную подстилку. Под пологом красного дуба не растёт ничего. Кроме того, что под ним могут прорастать только сами семена этого дуба. А этот дуб даёт огромное количество семян ежегодно. И всходят эти семена отлично. При этом ваши соседи не скажут вам спасибо, когда обнаружат у себя за домом рощицу из молодых красных дубков. Возможно, какое-то время их будет это радовать, а потом они будут хвататься за голову. Ещё одно дерево, которого не хотелось бы видеть во дворе небольшого дома, это грецкий орех. Всё-таки какая-то правда в верованиях славян была. Пусть и не живут нечистые духи в кроне этого дерева, Но научно доказано, что вытяжка из листвы грецкого ореха вызывает аллелопатические реакции, то есть реакции отторжения, прекращения жизни другими организмами для большинства растений, которые могут произрастать. То есть никакие деревья не растут на близком расстоянии с грецким орехом, никакие кустарники не растут рядом с ним. Под ним всегда голая земля, поскольку трава под ним тоже не очень хорошо растёт. Это дерево хорошо, оно красиво, оно плодородно, но всё-таки сажать его следует на некотором отдалении от дома. И ещё одно дерево, которое, в принципе, не так-то уж часто высаживают в садах, но сейчас появилось достаточно большое количество сортовых тополей – это тополь. В чём недостаток этого растения? Ну, мало того, что женские растения тополя засоряют всё своим пухом, это дерево даёт корневую поросль. Это самое неприятное свойство вот этого растения. Когда почва вокруг тополя хоть немножко повреждается, спящие почки на корнях просыпаются и начинает расти поросль. Это очень неприятное свойство этого растения. Кроме того, что дерево большое, ну, хотя есть и небольшие виды и сорта тополя, кроме того, что даёт оно много листвы, которую необходимо также убирать. Несмотря на то, что сейчас в продаже появилось большое количество сортовых декоративных невысоких тополей, посадки этого дерева в саду я бы избегала. Надеюсь, что мои советы покажутся вам полезными, и вы спланируете свой сад наилучшим образом, и он будет приносить вам только радость и удовольствие. С вами была Анастасия Голес на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.